Ребят, привет! Сегодня у нас с вами 15 мая. Я на прогулке со своим питомцем, с котиком Асиком. Покажем вам сегодня нашу красивую, классную погоду, природу. В общем, наш просто денек. Пойдемте со мной гулять. Асик, Асик, как твои дела? Айди поглажь ты, айди поглажь ты. А-а-а, любят, любят, когда его гладят. Иди погуляй по травике. Иди. Попробуй, свежая травка майская, самая вкусная. Давай, иди попробуй. Попробуй ее на вкус. Чего там? Чего там? Ой, хороший какой котик. Хороший, хороший. Шейку ему глажу, да. Что там учуял-то в травке? Молодую майскую травку надыбал. Ай, такая вот шерстка. Порода Бирма. Конечно, расцветка волшебная. У нас так выглядит территория около дома. Простая зеленая лужайка. Ни цветочков, никаких-то таких цветущих кустов тоже нет. Ну, только, вы знаете, одуванчики и, в принципе, ромашки. И даже, знаете, в этом что-то есть. Вон, Асик лежит под балкончиком. Асик, чего ушел солнышко? Находится в тени. Не очень любит яркие прямые солнечные лучи. Такое вот животное. Да, вот такие лесные, простые, природные цветочки намного даже приятнее, чем специально посаженные. Скоро, правда, все равно все это скосят, потому что в Германии такой строгий закон, постоянно косят траву. Если она до определенного размера вырастает, ее обязательно косят. А я так не люблю, когда ее косят. Так люблю вот этот такой небольшой творческий беспорядок. Мне это очень нравится. Простые одуванчики, ромашки, все такое естественное. Вот такая природа нетронутая. Мне нравится больше. А он от меня не отходит. Обратите внимание, я чуть-чуть отошла, а он такой тоже из-под балкончика уже вышел. Можем даже с вами проверить, если я сейчас пойду вглубь, скорее всего, он пойдет за мной. Вот я сейчас иду вглубь. Вот они одуванчики здесь. Так, 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 двигаюсь внутрь. Асик! Пока еще сидит. Асик! Мы, кстати, недавно, ребят, на нем клеща нашли, вытаскивали, еле вытащили. Даже маленькая лавка... О, бежит, бежит. Даже маленькая лавка осталась там. Он такой был весь напитанный кровью. Жалко вообще, что так произошло. Поэтому я сейчас очень переживаю за это. Вот это, кстати, место укуса клеща. Вот если пересмотреться. Ну, дай покажу-то, ребятам. Дай покажу. Вот здесь, вот видите. Вот там. Такие вот моменты всегда, когда животное с улицы возвращается, обязательно нужно проверять. Просто немножечко погладить, да, и пройтись по шерстке, нет ли клещей. Ну и, конечно же, нужно обрабатывать животное. Ну, допустим, заказали капли. Да, это просто купили в обычном ветеринарном магазине. Ой, вообще в обычном зоомагазине, да. А сейчас прям уже заказали ветеринарные аптеки на сайте. Они уже и дороже в три раза. Поэтому думаем, что они такие прям уже более-менее нормальные. Идёт, идёт. Смотрите, такое это... Как будто ковровое такое покрытие красивое. Мягкое, прям утопаю в этом уху. Ой, все веточки потрогаешь, да? Все веточки, скажи, я сейчас тут потрогаю. Вот, вот он, да. Ну, иди ко мне-то. Иди, я тебя ещё поглажу. Иди. Иди ещё поглажу. Иди сюда. Иди. Масюсик. Иди сюда. Поглажу ещё. Ну, вот такая у нас прогулка с котиком. Да, сегодня в субботу. Вот мы с ним гуляем. Погодка удалась. Небо у нас такое прям голубое. Немножечко прям с облачками. Но они вроде как уплывают. Вот такая вот у нас лужайка перед домом. Всем спасибо. Всем пока. Хороших выходных. Продолжение следует... Продолжение следует...